Привет, друзья! Очередное видео по мотивам сессии аудитинга, которую только закончил. Сегодня у нас солнечно, да, немного. И такое интересное изображение получается в каждой съемке. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о состоянии здоровья тела. То есть, как это сочетается со зрением, с аудитингом и вообще такое понимание в отношении состояния человека. То есть, многие говорят, что состояние физическое зависит от состояния духовного. И это четко можно проследить, когда вы делаете сессию аудитинга. Почему? Потому что, когда вы убрали заряд, скажем, из ума, да, то есть психический заряд, который приводит к различным психосоматическим заболеваниям, то вы четко понимаете, что у вас уходит то заболевание, которое проявлялось на физическом образе. Обычно это происходит сразу же. То есть, вы сразу же чувствуете облегчение. А для того, чтобы все, скажем так, физические факторы смогли уйти, то есть уладиться, необходимо какое-то время, потому что тело имеет такую задержку общения, чтобы оно могло полностью, скажем так, уладить эти все физические факторы. У каждого уходит свое время. То есть, это может быть и день, а может быть неделя, месяц, может быть даже год. Но обычно это небольшое время. Почему? Потому что, если человек находится в хорошем состоянии духовном, психофизическом, то процессы эти быстро запускаются. То есть, важно поддерживать вот это вот состояние духовное, психическое на высоком уровне постоянно. То есть, делать ежедневные сессии. И, соответственно, тоже есть физические факторы, которые помогают. То есть, это питание живой пищей. То есть, ваш рацион должен состоять преимущественно или полностью из фруктов, овощей, зелени и семян орехов. То есть, это должна быть пища живая, которая не подверглась какой-то термической обработке. И, соответственно, пища, которая желательно, конечно же, если у вас есть свой огород, сад, выращенный собственными руками. То есть, органическим способом без применения химии и генетически модифицированных семян. Вот. И, если нет такой возможности, то купленная недавно на базаре или в магазине, то есть, там, где тоже не было генетически модифицированных семян. Вот. Это очень важный момент тоже. Так как генетически модифицированная пища приводит к разрушению органов и системы организма приводит к бесплодию и ухудшает энергоинформационное поле, так как куда внедрены гены других культур. Вот. Таким образом, важное вот это вот поддержание своего психофизического состояния дает гармоничное развитие, да, то есть, органов, систем. И, таким образом, тело самовосстанавливается. То есть, оно само, по сути, улучшает свое состояние. Ему лишь нужно только помогать. То есть, вот такими сессиями аудитинга, правильным питанием и потреблением, кстати, хорошей воды. То есть, вода должна быть щелочной, PH, должен быть высоким, то есть, выше 7,0 у водички. И вода должна также быть не очень сильно минерализированной. То есть, минерализация желательно до 50. Что еще могу посоветовать? Ну, в принципе, питаться вы можете уже, количество питания может быть минимальным, если у вас в организме убраны все паразитарные включения. Потому что паразитарные включения, они появляются при употреблении неживой пищи, мясной, насыщенной негативными энергиями. И, таким образом, постепенно, постепенно тело все больше заполняется паразитами. Я все это говорю не просто из книжек, которые там я прочитал, или видео, которые я увидел в YouTube, а из собственного опыта. Потому что я из собственного опыта видел, как работает тело при, скажем так, плохом состоянии. То есть, когда есть ощущение, например, вины, очень сильно разрушает тело и приводит к тому, что тело хочет просто умереть. То есть, оно на уровне физики хочет прекратить существование. И тогда, конечно же, в теле начинают появляться паразиты, которые разрушают тело и, соответственно, еще больше повышают вот это желание, как бы, ну, физического разрушения, то есть, прекращения существования. А когда будет переход на живое питание, то есть, употребление хороших продуктов. И, соответственно, вот сессии, которые помогают поддерживать эмоциональное, психотерическое и духовное состояние на высоком уровне. Хорошо, на сегодня все. Вам хорошего дня и до встречи. Пока. Продолжение следует...